Всем привет! Сегодня наступил тот день, когда я хочу поделиться с вами одним из самых крутых рецептов тортиков, который понравился абсолютно всем, кто его пробовал. Этот тортик у него просто замечательное сочетание, его можно где-то чуть-чуть подстроить под себя, но в любом случае это получится очень-очень вкусно. Приготовить будет несложно, я сейчас все подробно расскажу, как и что нам нужно делать. Для начала нам нужно приготовить безе, оно делается дольше всех. Для этого мы соединяем белки и сахар, и также буду использовать сахарную пудру. Можно сделать, конечно, как швейцарскую меренгу, соединив, а можно сделать как обычно. У меня 4 белка, это вышло 145 грамм белков, сюда буду добавлять 200 грамм сахара, и пускай сахар растворяется. Тем временем я отвесила кокосовую стружку и измельчила поджаренные уже в духовке орехи. И после того, как сахар в белках растворился, добавляю к белкам еще сахарную пудру. Так наши белки станут еще плотнее. Еще немножечко повзбиваем, чтобы белки стали плотными. И затем уже можно будет добавлять сюда сухие ингредиенты. Всыпаю кокосовую стружку и орехи. У меня здесь грецкие орехи, повторюсь, поджаренные в духовке предварительно, и немного измельченные скалкой. Можно использовать лесные орехи, тоже будет очень вкусно. Можно использовать жареный миндаль, вообще будет как Рафаэлкой. В общем, можно попробовать на любой вкус. Распределила я эту массу на два коржа. Вот так вот в разъемном кольце раскладываю. И затем абсолютно перпендикулярно снимаю кольцо. И точно так же проделываю со вторым коржом. И отправляю в духовку при температуре 100 градусов, либо если у вас газовая духовка, на самом минимуме и с приоткрытой дверцей сушится. Там уже пробуйте, чтобы вы могли его снять. Это сушится от полутора часов и до четырех, в зависимости от вашей духовки. Коржи не должны поджариться, они должны просто просохнуть. Это должно получиться вкусное безе. Теперь я буду карамелизировать яблоки. Слегка-слегка, для того, чтобы они стали просто вкуснее. Я здесь использую где-то 2,5-3 яблока, не очень крупных. Порезала их где-то полусантиметровыми вот такими вот полукольцами. И теперь их буду обжаривать. Вы видели, сахар я отправила на сковородку. И как раз вот он у меня начал карамелизироваться. Добавляю сюда масло. Слегка-слегка проведу, чтобы масло начало растаивать. И всыпаю сюда яблоки. Смотрите, чтобы яблок не было слишком много, иначе они у вас превратятся в кашу. Они должны именно слегка поджариться, как бы в этом карамельном сиропе. Поджаривайте немного с одной стороны, перемешивайте, поджаривайте с другой стороны. Огонь большой. Но делаем это недолго. Это буквально там минутки 3-4. Но хорошо с одной стороны и с другой стороны. Много не мешаем. В самом конце можно добавить совсем капельку корицы. Просто, чтобы придать очень вкусную такую нотку. Если вы не любите, можно не добавлять. Слегка перемешали и выкладывайте на бумажное полотенце, на салфетку, для того, чтобы ушел с яблок лишний сок, чтобы они у нас не плавали. Пускай они себе остывают. После того, как испеклось у нас безе, мы сделали яблоки, занимаемся бисквитной основой для нашей шарлотки. Я буду делать на основе обычного классического бисквита. Белки со щепоткой соли взбиваю до легкой пены. Затем добавляю постепенно сахар и взбиваю это все до растворения сахара. Добавляю после этого все желтки. Буквально секундочку перемешиваю, просто чтобы желтки соединились, но при этом масса не опала. И можно уже снимать венчик. Сразу добавляю сюда всю муку, просеиваю. И теперь лопаткой снизу вверх, либо ложкой, как у меня, перемешиваем эту смесь. Именно снизу вверх, аккуратненько, чтобы смесь осталась вот такой вот воздушной. При этом не было никаких комочков муки, все было хорошо и однородно. Вот такая вот красота у нас. Густое тесто получается красивое, но при этом не забитое, не плотное, очень воздушное. Выкладываем это тесто в разъемную форму. Форма у меня раскрыта на 23 см, можно и 24 см, можно и 22 см. Здесь уже, смотрите сами, боковушка и низ у меня выстелены пергаментом. Благодаря тому, что тесто не плывет, его прекрасно можно печь в вот таких вот кольцах разъемных. Теперь, вы видите, перпендикулярно вставляю яблочки в тесто. Они даже полностью не залазят, потому что тесто у нас еще и поднимется. Это очень нормально, ничего страшного, если они там на сантиметр у вас будут не влазить. Получается вот такая вот красота у нас. Полностью распределяем яблоки, отправляем в духовку. Температура 180 градусов и в зависимости от вашей духовки печется от 40 минут до часа. В конце выпечки можно уменьшить температуру до 130 градусов, минут 5-10 довести при такой температуре. Все, вы видели, какой красивый разрезанный корж. Теперь осталось сделать крем. Для крема, размягченное комнатной температурой сливочное масло, отправляем в кухонную машину. Она у нас взбивается. Взбивается где-то на протяжении 5-8 минут для того, чтобы масло посветлело. Затем добавляю сюда сгущенку постепенно тонкой струйкой. После того, как сгущенка соединилась, добавляю в масло коньяк. Он придаст очень вкусную, ароматную нотку. И его будет настолько мало на один кусочек, что можете даже не переживать по этому поводу. Взбиваю еще немножко для того, чтобы коньяк соединился с маслом. Он хорошо туда входит. И получается тоже очень такой воздушный крем. Очень ароматный и вкусный. Я раньше пренебрегала коньяком в составе крема, но оказалось, что он придает прям волшебную такую нотку для крема. Занимаемся сборкой тортика. На низ немножечко крема для того, чтобы торт не ездил. И потом разрезали мы корж на три части. И смазываем где-то четвертой частью крема первый корж. На него выкладываем корж из безе. Шипами вниз, так сказать, чтобы сверху было гладко, чтобы можно было удобно мазать. Опять четвертую часть крема. Потом дальше опять пойдет яблочный корж, опять четверть крема, безе, четверть крема и последний корж. Если у вас останется немножечко крема, смажьте ним верх и боковушки. Либо придавите чуть-чуть тортик, чтобы его подровнять вот так. Отправляйте тортик в холодильник минимум часа на четыре. Посмотрите, какой он высокий получается. И затем вы его украшаете, как вам хочется. Он может быть и мастичный, и какой угодно. У меня здесь стандартный, он будет с творожным покрытием, потеками. И очень много там фруктиков всяких. Это очень вкусно, невероятно просто. Самое то для любого праздника. Я уверена, что вам понравится. И обязательно отпишитесь в комментариях, кто его попробовал. Мне будет очень приятно почитать это. С вами, как всегда, был Кекс. Я очень стараюсь приготовить для вас самые вкусные и самые простые рецепты. Не забывайте ставить пальчики вверх. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok